А мы начинаем оперативную обстановку и начинаем ее с ночи. Ночь прошла неспокойно и враг пытался атаковать нашу страну ударными беспилотниками типа Шахет-131-136. К славу богу ракетных атак не было этой ночью и по территории Украины имеется ввиду в основной части, потому что на линии фронта атаки такие происходят и с применением ракетного вооружения в том числе. Ну а ночью сегодня 10 ударных беспилотников типа Шахет из Приморско-Ахтарской Рашистской Федерации были выпущены по нашей стране. В результате боевой работы истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений и расчетов мобильных огневых групп, а также с привлечением средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Украины, все 10 шахедов были сбиты. Боевые действия проводились в таких областях, как Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Винницкая область. Видите, опять рассредоточение по всей территории Украины, они разбредаются как овцы по всему воздушному пространству нашей страны и, соответственно, приходится их выискивать и уничтожать. Ну, слава Богу, у нас боевой опыт растет и мы уже, видите, научились и количество сбитых шахедов, я уже вам говорю, 86% в среднем за весь период ведения боевых действий. Но вот такие небольшие группы можно, мы сбиваем и 100, и 100, я имею ввиду в процентном отношении. Но геноцид против нашего народа все равно продолжается и Российская Федерация иногда совершает жесточайшие террористические атаки против наших граждан, на мирных граждан. Вчера попали, вчера Российская ракета попала в 9-ти этажный дом в Днепре, в результате удара уничтожено 4 этажа. Видите на фотографии, что сделала ракета с 9-ти этажным домом. Удар пришелся после 19-ти часов, в районе 19-ти часов, то есть когда люди вернулись с работы, пятница, вечер, конец рабочей недели, люди пришли домой и прилетела ракета в их дом. В результате удара уничтожены 4 этажа, разборы завалов продолжаются, поисково-спасательные работы еще сегодня продолжаются. В квартирах были заблокированы люди, двоих удалось разблокировать, они были спасены. А по состоянию на сегодняшнее утро, один человек погиб, 12 человек пострадало, из них один ребенок. По данным областной военной администрации, пропавшими без вести, то есть теми, кто не выходит на связь, считается 5 человек. Вот вам еще одно военное преступление со стороны Российской Федерации. А теперь спускаемся на землю, на линию фронта и продолжаем обзор оперативной обстановки. Растет тенденция очень нехорошая к росту боевой активности на всей линии фронта. За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано более 170 боевых столкновений. По информации, за вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам на прилежащей территории к линии фронта два ракетных удара с применением трех ракет. 88 авиационных ударов и применил 150 кабов. Вот такой резкий скачок практически в два раза по авиации и более чем в два раза по применению корректируемых авиабомб. Также вражеская артиллерия совершила более чем 4400 обстрелов как наших позиций, так и прилегающих к ней территорий. 110 обстрелов было совершено с применением реактивных систем залпового огня. Всего за сутки из тех, которые смогли зафиксировать это 1200 атак с помощью было совершено дронами камикадзе разных типов со стороны рашистских оккупационных войск. По оперативным направлениям, начинаем с Харькова. Здесь у нас в принципе более-менее стабильные и позитивные новости. Несмотря на то, что противник продолжает сохранять атакующие действия, то есть атаки наших позиций продолжаются, мы отбиваем эти атаки и наносим существенный урон в живой силе и технике противнику. То есть кроме того, что мы отбиваем атаки и тут враг несет потери, так мы еще планомерно выбиваем у него личный состав и технику в ходе огневого поражения как дронами, так и авиацией, так и артиллерией. Ну вот в частности основные атаки вражеские были в Волчанске. Там противник пытается атаковать наши позиции, я уже даже не говорю, что пытается прорваться на агрегатный завод. Нет, ситуация на агрегатном заводе полностью под контролем сил обороны Украины. Туда, там просто осталось, мы не хотим тратить или рисковать жизнями наших военных, поэтому никто не идет на штурм, ждем когда либо там прекратится какое-либо движение, мы пойдем на зачистку, проверим все ли там убиты расширские оккупанты, либо когда пока они не выбросят белый флаг. Пока пытаются сопротивляться, часть уже сдалась. Это 83-я воздушно-десантная бригада Рашистской Федерации. Часть уже сдалась, но часть еще оказывает сопротивление. Поэтому мы там их пытаемся, мы их потихонечку методически там добиваем с помощью огневых средств, в основном дистанционно. И надо еще сказать, что несмотря на то, что они еще пытаются атаковать, то вот эта 83-я воздушно-десантная бригада сейчас выводится с Плацдарма в Волчанск для восстановления боеспособности на ротацию, на переформирование. Бригада по разным оценкам, она практически потеряла боеспособность, то есть у нее количество потерь больше 50%. На сегодняшний день по оценкам нашей разведки уже где-то приблизительно 60% личного состава потеряла эта бригада. Соответственно, от 50% до 30% укомплектованности это не боеспособная часть. Поэтому мы уже знаем точно, наша разведка уже об этом говорит, что есть решение Рашистского командования выводить эту бригаду как потерявшую боеспособность. Чем ее будет заменять, откуда Рашистское командование будет брать войска, это очень интересный вопрос, потому что свободных резервов, так чтобы там из глубины РФ и подтянуть, и бросить сюда 1, 2, 3 бригады, такого нет. Поэтому придется снимать бригаду или полки из какого-то оперативного направления, или из состава какой-то группы войск. Там Восток, у них Днепр, Центр, Север, группы войск, которые воюют на нашей территории. Поэтому очень интересная ситуация, посмотрим. Но сам факт, что они потихоньку сдают позиции, мы потихоньку зачищаем город Волчанск, выдавливаем их, ну и продолжает нести огромные потери, в том числе и на агрегатном заводе. Вот такая общая обстановка сложилась на Харьковском оперативном направлении. На другом плацдарме Липцы, там вообще обстановка более спокойная, то есть наступательная активность врага резко упала, и фактически штурмовых действий за прошедшие сутки враг не предпринимал. В основном все ограничивалось перестрелками, позиционными боями и обменами артиллерийскими ударами. Так что на Харьковском оперативном направлении новости более-менее для нас позитивные. Далее идет Купенское направление. Ну здесь обстановка, немножко снизилась боевая активность со стороны расистских оккупационных войск. 9 атак было предпринято расистами на нашей позиции в течение прошедших суток. Основные усилия или основные объекты атак находились в районе Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка и Кругляковка. Но все атаки были отбиты нашими войсками, и враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Изменений в линии фронта на Купенском направлении мы не наблюдаем и не фиксируем. На Лиманском направлении, ну вот здесь резко возросла боевая активность. Как я уже и говорил, видимо перегруппировка произошла в 25-й общевойсковой армии. И противник начал активные атакующие действия до, как говорится, до износа. Как только пушечное мясо начнет заканчиваться, боевая активность начнет резко падать. Сейчас они держат довольно высокий темп наступательный. 19 атак за сутки было зафиксировано на Лиманском оперативном направлении. И враг атаковал в основном в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского, ну и Серебрянского леса. К сожалению, при поддержке авиации и артиллерии противник имел частичный успех в районе населенного пункта Невского. Наши войска оставили несколько позиций и отошли на новые рубежи обороны. Также были сразу же предприняты меры командованием по недопущению дальнейшего продвижения оккупантов в глубину нашей обороны и по стабилизации линии фронта. Сейчас мы закрепляемся на новых рубежах и продвижение врага полностью оккупировано на Лиманском направлении. Далее идет у нас Северское направление. Тут оккупанты совершили 19 штурмов наших позиций. Штурмы производились в основном в районе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Но, несмотря на такую довольно высокую активность на северском направлении вражеских войск, подразделения сил обороны отбили все атаки противника. Боестолкновение продолжается, некоторые атаки затянулись до поздней ночи, но тем не менее это не принесло противнику успех. Понеся потери, противник отошел на исходные рубежи. Наши войска, наши силы обороны принимают меры по наращиванию устойчивости обороны. То есть мы дооборудуем позиции, мы выбираем более выгодные позиции там же, на тех же местах. И, соответственно, это способствует тому, что все атаки противника на этом направлении отбиваются, как и было в прошедшие сутки. Север на северском оперативном направлении, линия фронта остается без изменений. Краматорское направление. Тут оккупанты не отказываются от намерений попытаться продвинуться. Хотя количество атак довольно небольшое. И они, в принципе, часа в яр, населенный пункт Новая и населенный пункт Ивановская. Это те места, где враг пытался атаковать, ну я даже скажу, что это не столько атаки, сколько попытки штурмовых действий наших позиций. Некоторые даже закончились не начавшись. Я имею в виду, что некоторые штурмовые группы были подавлены нашим огнем, огнем тех же дронов-беспилотников. Особенно это очень хорошо получается у наших с помощью дронов. Так вот, некоторые штурмовые группы были подавлены нашими дроноводами еще на этапе выдвижения. То есть штурмовых действий, как таковых, и не состоялось. Поэтому, да, генеральный штаб не дает даже количества зафиксированных атак. Они в основном были вот такие размытые. И линия фронта, естественно, осталась без изменений. И противник не добился успеха ни на одном участке Краматорского направления. А вот Торецкое направление. Тут противник продолжает довольно высокую боевую интенсивность поддерживать. 15 раз были атакованы наши позиции. 14 атак из 15 завершились безуспешно для противника. Тут он понес потери и отступил на исходные рубежи. Все атаки в основном были направлены в направлении города Торецк. К сожалению, в районе населенного пункта Южное враг имел частичный успех при поддержке авиации и артиллерии. И продвинулся на несколько сотен метров вперед. Наши войска оставили несколько позиций. Ну, в общем, на Торецком направлении ситуация под контролем сил обороны. Сейчас предпринимаются стабилизационные меры по недопущению дальнейшего продвижения врага. Далее идет Покровское направление у нас. Тут сохраняется высокая интенсивность боевых действий. И враг нарастил. По сравнению с предыдущими сутками, почти вдвое враг нарастил количество атак на наши позиции. За прошедшие сутки было зафиксировано 37 атак наших позиций. Атаки продолжаются в основном вблизи воздвиженки. То есть, Новоалександровки. Вот они рвутся, просто рвутся на воздвиженку от Новоалександровки. Пытаются туда дойти до этих высот. Наши войска не спешат отходить на высоты. Я так понимаю, что там есть необходимость и дооборудовать позиции. Для того, чтобы сесть на них уже основательно в подготовленные фортификационные сооружения. Поэтому между Новоалександровкой и воздвиженкой там идут ожесточенные бои. И противник пытается прорваться в направлении воздвиженки. Пока безуспешно. Также в районе Евгеньевки, в районе Прогресса, Новоселовки, Первой и Уманского. Враг давил на наши позиции. Вот эти 37 атак распределились примерно между районами этих населенных пунктов. К сожалению, в результате такой высокой интенсивности атакующих действий, а также при поддержке артиллерии и авиации, противник имел частичный успех в районе Сокола, населенный пункт, и Новоселовки, Новоселовки, Первой. Бои на этих участках продолжаются. Сейчас наши войска прилагают максимум усилий по сдерживанию активности противника и максимального его истощения. Но в любом случае продвижения нету. Они вот, как наши войска, оставили несколько позиций. Далее продвижение вражеских войск было купировано в районе Сокола и Новоселовки, Первой. И проводятся мероприятия по стабилизации линии фронта и истощению, как уже было сказано, истощению вражеских войск. Кстати, тоже здесь на Покровском направлении, я вам вчера рассказывал, напомню, что сегодня мы ожидаем, что противник будет проводить перегруппировку, скорее всего, между группами войск, между оперативными направлениями, потому как группировка на Покровском направлении, она все-таки истощается. Чувствуется дефицит бронетехники у врага, в основном атаки даже на мотоциклах, на баги и в пешем порядке. Броня используется, самое интересное, что броня используется не в качестве поддержки наступающей пехоты, а именно в качестве транспортного средства. Они, если и подвозят личный состав на танках или на БМП, то тут спешивают их и тут же уходят, стараясь не попасть под огонь наших дронов или нашей артиллерии. Мы, наоборот, стараемся их ловить в такие моменты и, соответственно, проводить огневые налеты с максимальной эффективностью для поражения вот этой бронетехники, которая используется в качестве транспортных средств. А у нас, наоборот, у нас тут интересно, кстати, вопрос поднимается в том плане, что в основном вот этот частичный успех врага обеспечивается в момент ротации наших войск. Вот когда идет смена подразделений на позициях, ну, тут либо враг четко точно знает график ротации наших подразделений, непонятно из каких источников, либо, ну, не знаю, им везет так что ли, что они все время попадают, попадают, в большинстве случаев попадают на ротацию и, соответственно, используют этот момент для продвижения для продвижения или для очередного рывка и захвата наших позиций, на которых проводится ротация. Когда одно подразделение выходит, второе подразделение заходит. Вот тут такой уже нюанс, который поднимает довольно серьезный вопрос, как враг угадывает ротацию наших подразделений. Далее у нас идет Кураховское направление. Тут сначала, тут за прошедшие сутки противник 11 раз атаковал наши позиции. Атаки в основном происходили в районе населенных пунктов Георгиевки, Константиновки, Просковеевки. И довольно высокая боевая активность была в районе Красногоровки. Тут надо, единственная особенность на этом направлении, все 11 атак были отбиты. Нашими войсками в ходе оборонительных боев враг понес потери и откатился на исходные рубежи. Но из 11 атак 4 были отбиты сходу. То есть с их началом они очень быстро захлебнулись и противник начал отступать, неся потери. А всем атак они затянулись практически до поздней ночи. То есть они были такими длительными и более ожесточенные бои шли. Им атаки были более массированные. И на Кураховском направлении надо в общем отметить, что ситуация очень напряженная. Потому что враг давит, ну вот три, Кураховское, Покровское и Краматорское направления. Вот это три таких основных. Ну сейчас с Краматорского немножко акценты у расистского командования сместились на Торецкое направление. Но в любом случае они рвутся на Покровск. Рвутся на Покровск, я уже объяснял почему. Для них это оперативная задача, которая может повлиять на выполнение стратегической задачи. А именно выхода на административные границы Донецкой, ну и Луганской соответственно областей. Поэтому силы обороны Украины на Кураховском направлении принимают меры по стабилизации обстановки. И отбивают вот эти атаки, которые даже длятся по много часов. Враг непрерывно пытается штурмовать наши позиции с целью прорвать нашу оборону. Но не удается. На Кураховском направлении мы констатируем, что линия фронта за прошедшие сутки не изменилась. Оставление позиций с нашей стороны не допущено. Времевское направление. Тут противник пытается вклиниться в передний край обороны наших подразделений в районе Водянова. То есть они немножко сместили акцент. То они Старомайорское пытались захватить. Там не получилось. Ну вот это качели. Любимая тактика введения боевых действий расширского генштаба. Но она уже четко просматривается. Это уже можно вписывать, так сказать, в историю этой войны. Что они постоянно идут методом качели. То есть удар на одном направлении, на одном участке не получается. Два-три удара на другом участке. Три-четыре удара на третьем участке. Потом опять один удар на другом участке. И вот эти вот качели, постоянные тыканье в надежде, что а вдруг. А вдруг мы поймаем где-то что-то. Или вдруг у них улыбнется. Практически на русский авось рассчитывают. Ну, соответственно, и получают соответствующий результат. Тут, несмотря на то, что они атаковали в районе Водянова на временском оперативном направлении. При активной поддержке артиллерии наши войска отбили эту атаку. Еще и нанесли довольно ощутимый урон вражеской артиллерии. Кстати, тоже надо отметить, что здесь, конечно, нам далеко еще до паритета. Но, тем не менее, активность нашей артиллерии возросла. За счет боеприпасов и прибытия новых артиллерийских систем, пополнения бригад и бригадных артиллерийских групп. Соответственно, а в Российской Федерации идет ухудшение качества артиллерии. Они снимают старые системы, они уже перешли на прицепную артиллерию. У них большая часть артиллерии уже прицепная, а не самоходная. И что дает нам больше возможностей, потому что они открыто не бронированные и открыто расположенные, эти орудия. И они снимают старые орудия. Допустим, тот же Д-20, это 17 километров дальность максимальная. Были сведения о том, что появились гаубицы Д-1, у нее 11 километров дальность максимальная. Даже у Д-30 дальность 15 километров. Но она, правда, 122-го калибра. Но добираются до более старых систем. Я не удивлюсь, что МЛ-20 может появиться на линии фронта. Это гаубицы, это пушка еще до военных годов производства. И очень активно использовали в годы Второй мировой войны. А они потянулись. Есть такая пушка, называется М-46. 130-миллиметровая. Это корабельная пушка. Она была поставлена на лафет. Нужна была дальность большая. У нее, по-моему, 18 километров, если я не ошибаюсь. И вот они сейчас эти пушки снимают с хранения и будут применять на линии фронта. Потому что хоть как-то поддержать уровень тактико-технических характеристик. То есть уровень дальности. Потому что наша артиллерия превосходит. И мы очень успешно ведем контрбатарейную борьбу с расистской артиллерией. А они до наших позиций не достают. Так что временский выступ. Мы констатируем линию фронта без изменений. И несмотря на активную поддержку артиллерии, мы стараемся давить вражескую артиллерию. И остается у нас Ореховское и Приднепровское направления. Где основные усилия захватчиков расистских оккупационных войск были в том, чтобы потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Приднепровском это с левого берега. Ну, на Ореховском на линии фронта. Здесь существенных изменений в ситуации не произошло. Линия фронта осталась без изменений. Потерь позиций с нашей стороны не допущена. Ну, а на других оперативных направлениях, которые мы сегодня не вспомнили, там тоже существенных изменений в оперативной обстановке не произошло. И кроме вот тех трех проблемных участков, которые я вам называл, линия фронта у нас остается на остальных участках, остается без изменений, остается стабильной. По огневым задачам два слова скажем. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили два района огневых позиций артиллерии. Это то, что я вам рассказал. Контрбатарейная борьба. Четыре средства противовоздушной обороны. Две станции радиоэлектронной борьбы. И было нанесено поражение вражеским войскам в 11 районах сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. В итоге, за прошедшие сутки, общие потери расистских захватчиков составили в личном составе 1070 оккупантов. В технике и вооружении в танках 7 единиц, в боевых бронированных машинах 25 единиц, в артиллерийских системах 57 единиц, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 29 единиц, в ракеты разных типов 2 единицы, в автомобильной технике 54 единицы и в специальной технике 5 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Харькова до Олежек. Ну и такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Но прежде чем мы перейдем к военно-политическому разделу, надо сказать два слова о итогах этой недели. Она оказалась очень продуктивной. Кстати, в этом месяце, завтра заканчивается июнь месяц, у нас завтра с вами обзора не будет. Мы уже встретимся в следующем месяце, 1 июля, в понедельник, и подведем итоги субботы и воскресенья этих двух суток. Так вот, а за эту неделю... и там у нас за июнь месяц намечается очередной рекорд по уничтожению рашистских артиллерийских систем. Это вот то, что я говорил, что они больше переходят на прицепную артиллерию, а ее очень легко поражать. Особенно расчеты артиллерии, которые находятся на открытой местности, возле орудий. И достаточно дронов-камикадзе с осколочными гранатами для того, чтобы вывести из строя артиллерийские системы и их расчеты. Но не только наши дроноводы ведут активные боевые действия и по уничтожению врага, но и воюют также спецназовцы СБУ на линии фронта. Это центр специальных операций «Альфа». Они очень продуктивно провели эту неделю. По итогам недели спецназовцы СБУ уничтожили внимание на уничтожении систем ПВО. Обратите внимание, мы везде в Крыму выносим систему ПВО, всеми средствами, которые есть. Я сегодня расскажу вам о вчерашнем ударе по Крыму по новейшей системе «Прометей» С-500. Мы уже и ее уничтожили. Ждем теперь официального подтверждения на это. Так вот, спецназовцы СБУ тоже занялись приоритет, поставили себе систему ПВО. И за эту неделю они смогли уничтожить 4 зенитно-ракетных комплекса ТОР-М2, 3 зенитно-ракетных комплекса, 3 зенитно-ракетно-артиллерийских, ракетно-пушечных комплекса ПАНЦЕ-С-1 и 1 зенитно-ракетный комплекс БУК. Вот такой вот урожай, 8 единиц систем ПВО противника было уничтожено только за одну неделю и только Центром специальных операций Службы безопасности Украины. То есть, я так понимаю, что и спецназ наш, и вооруженные силы Украины готовятся к приему самолетов Ф-16. То есть, мы расчищаем небо. Приоритет средства ПВО, причем на всех, на дальностях досягаемости наших огневых средств. Или неправильно так будет сказать, потому что ракеты Атакус могут лететь на 300 км и вглубь рашистской территории. В пределах государственной границы Украины, вот мы всеми огневыми средствами, всеми возможными методами уничтожаем средства ПВО противника. Для того, чтобы наши птички Ф-16 могли спокойно летать и бомбить, и наносить ракетно-бомбовые удары по вражеским войскам уже. А не бороться там с ПВО. ПВО мы поборем и сейчас, до их прихода. Ну и хочется сказать о разведчиках наших, главное управление разведки Министерства обороны Украины. Тут они воюют еще и на киберфронте. И за прошедшую неделю было проведено несколько таких серьезных ДОС Атак с уничтожением серверов. И самое главное, это стиранием информации без возможности восстановления на этих серверах. Так вот, за одну неделю ГУР вместе с компанией ТИМ совместно провели несколько ДОС Атак. И было уничтожено более 100 терабайт данных компании Орбит Софт. Это разработчик программного обеспечения, очень крупный разработчик Парширской Федерации. Он выполняет контракты для российской оккупационной армии. Они разрабатывают различные программные обеспечения. Затерли 100 терабайт на серверах этой компании полностью. Далее, уничтожены все данные на 8 серверах компании Orient System. Это разработчик и поставщик оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности по беспилотникам. Они обеспечивали им программное обеспечение и поставляли оборудование под это программное обеспечение. Или наоборот, писали программы под то оборудование, которое они поставили. Также уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в городе Нижний Новгород. Как Link Telecom и Access Telecom двух компаний. Всем абонентам, указанным провайдером, поступили письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины. То есть, мало того, что они затерли серверы двух операторов, интернет-провайдеров, но еще и абонентам разослали спам. Сделали спам-рассылку с письмами о том, что расплата за нападение на Украину будет неизбежной. Она будет очень серьезная. Так, вот такие вот операции провело Главное управление разметки совместно с компанией Team. То есть, война в киберпространстве тоже идет полным ходом и там сражения происходят довольно большие, довольно масштабные. Ну, вы знаете, что когда были атакованы интернет-провайдеры в Крыму, по-моему, это вчера было, тоже была очень крупная атака, в том числе и с участием наших кибервойск. Там по всем каналам запустили гимн Украины. И вот они листают. Уже, кстати, видео есть в сети, очень интересно, когда один там житель Крыма снимал на телефон свой телевизор, он щелкает каналы своего интернет-провайдера, а на всех каналах звучит гимн Украины. С членами мэрла в Украине ни слава ни воля. Также вчера состоялся возврат из плена 10 наших граждан, там в основном гражданские. Некоторые из этих 10 человек еще с 17-18 года находятся в плену. Вот их удалось с помощью переговорного процесса, при помощи посредников, их удалось вернуть домой из российского плена. Это был не обмен, это было возвращение домой благодаря усилиям наших дипломатов и посредников. Так что у нас еще 10 человек вернулись домой из российского, российского плена. Ну и прежде чем мы начнем военно-политический раздел, как я и обещал, я два слова хочу сказать про удачную атаку. По некоторым данным, в том месте, где располагалась новейшая система зенитно-ракетного комплекса С-500 Прометей. Кстати, он экспериментальный, то есть он еще не в серийном производстве, он не поступает в массово войска. Об этом нам сообщил главный разведчик генерал Буданов в своем интервью, мы от него узнали. Они его сняли с Москвы и перебросили охранять Крымский мост. Вот тот единственный комплекс Прометей С-500, который есть в российской армии, он находится в Крыму. Так вот, мы, скорее всего, уничтожили его радиолокационную станцию. Мы применили, был ракетный удар по Крыму и мы применили ракеты Атакмс в кассетном варианте с дальностью 165 километров. И вот эта кассета уничтожила радиолокационную станцию комплекса С-500 Прометей. Сейчас мы ждем, вот как я вам и говорил, обычно мы ждем подтверждения. Уже спутниковый снимок показывает, что там был пожар и есть уничтоженная техника. Но уже по обломкам трудно сказать на спутниковых снимок. Поэтому мы ждем, когда наша разведка, как я обычно говорю, пойдут, собирают ягоды возле этих мест и дадут нам полный фото-видеоотчет о том, что там сгорело и что там уничтожено. Но, в чем смысл? С-500 оказался не такой супер вундервафлей, который, как всегда, не так страшен черт, как его малюют. Россия расписала, что аналогов нет в мире и все собьет. Все. Но тут есть одна очень интересная особенность. Во-первых, они оставили концепт старого советского С-300. То есть, и С-400, и С-500 построен, концептуально построен на С-300. На советской разработке времен Холодной войны, то есть 70-х годов. Принцип действия этих комплексов неконтактный. В Российской Федерации нет ракеты, которая бы контактно сбивала цель. То есть, попадала в цель. И своим попаданием ее бы сбивала. Вот, например, Патрион. У него в противоракетном варианте, ПАК-3 версия, есть ракета, которая точно попадает в цель. Она сверхзвуковая. Именно поэтому эта ракета догоняет баллистическую цель. Может догнать, может перехватить на встречном курсе или на поперечных курсах. И она попадает в цель. И своим ударом, представьте, если она разгоняется до 5500 км в час, это ракета комплекса Патриот, то какой мощный кинетический удар, это либо разрушает баллистическую ракету, либо в воздухе она падает в виде обломков, может вызвать ее детонацию в воздухе, либо в самом худшем варианте она ее своим ударом, она ее сбивает с траектории, отклоняет от точки прицеливания. И она не попадает в цель. Вот как работает комплекс ПЭТ. То есть прямое попадание. Одна ракета, одна цель. Как работают комплексы С-300, 400, 500? У них ракета баллистическая. Да, она тоже сверхзвуковая, но она не контактного действия. То есть она при подлете к цели, эта ракета взрывается в воздухе и за счет осколков, за счет поражающих элементов, которые находятся в головной части этой ракеты. Она создает облако осколков, проходя через которое, ракета, по идее, должна разрушиться. Но это очень эффективно только лишь при борьбе с дозвуковыми целями. Это самолеты и это крылатые ракеты. Можно применять против дронов, которые тоже летят на дозвуковой скорости. В этом случае это эффективно. Тогда поражается цель. Потому что обшивка, как правило, не такая прочная. В баллистике обычно головная часть ракеты, она идет цельнолетая в корпус головной части. Для чего? Потому что создается эффект сопротивления воздуха, эффект плазмы, который сильно нагревает ракету. Для того, чтобы выдержать эти нагрузки, она делается из очень толстых. Ну, толщина, чтобы вы понимали, толщина стенок головной части баллистической ракеты может достигать 4-6 сантиметров. В зависимости от мощности ракеты и от ее скорости. И, соответственно, эффективность неконтактного поражения таких целей, баллистических целей на огромных, которые идут на скорости 3-4 махов, а на излете могут и до 5-6 скоростей звука развивать, то она абсолютно неэффективна. Абсолютно неэффективна. Так что говорить о том, что С-500 изменит как-то ситуацию в плане борьбы с баллистическими ракетами, я бы не стал. Кстати, С-400, ну, вы же знаете, Китай это профессионал в копипастинг, да, или как там, копировании. Они разбирают все до мелочей, микросхемы они нарезают послойно, чтобы определить ее архитектуру и создать что-то подобное, какой-то аналог. Вот. И у них вроде как все отечественное китайское, но при этом оно все стыренное из других приборов или других разработок. Так вот, ну, то есть я хочу сказать, что китайцы профессионалы в плане разобрать все до последнего винтика и определить структуру, как это работает и как можно сделать эту подделку. Так вот, они купили комплекс С-400, кстати, давно, они, по-моему, в 2018 году еще купили. Там даже было несколько инцидентов с поставками ракет, которые там штормом залило ракеты, контейнеры с ракетами, они пришли мокрые в Китай, и Китай отправил эти ракеты назад. Так вот, китайцы, когда получили С-400, они его разобрали до винтика, посмотрели и сказали, С-400 это хорошо покрашенный С-300. То есть практически были какие-то доработки, улучшения, модернизации, но ничего кардинально не поменялось. Я думаю, что в С-500 будет то же самое. Тем более, что принцип работы комплекса, я вам уже рассказал, он никак не поменялся. Ни в С-300, ни в С-400, ни в С-500 комплексе. Принцип работы ракеты, принцип перехвата или уничтожения цели остался тот же самый. Да, радиолокационная станция, там, по их заявлению, что она до 600 километров видит. Ну, мы не знаем, насколько реально, комплекс экспериментальный, еще не закончил испытания. Вот. И они говорят, что до 300 километров она может поражать. Ну, ракету можно удлинить, добавить там одну ступень, добавить разгонные блоки, и она может быть до 300 километров, долетит и поразит цель. Может быть. Опять же, мы это узнаем с вами на практике. Вот. Так что, вот так вот, Прометей только засветился и тут же погас. Точнее, мы его погасили с помощью наших украинских атакам с американского производства в кассетном варианте. Вот такая вот история произошла в Крыму, и она, я думаю, что это стоило разъяснения для понимания, что С-500 не спасет Крымский мост, не защитит российские войска, потому как не сильно отличается по своим характеристикам боевым характеристикам. Не там, дальность видения я не оспариваю, не беру. Вот. А по боевым характеристикам ракеты с баллистическими целями он бороться практически не способен. Даже если он не может защитить сам себя, то что говорить о защите каких-либо объектов, которые он должен будет защищать. Ну что ж, вот теперь давайте поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят вокруг нашей страны. У нас на подходе еще два договора о сотрудничестве в оборонной сфере, или как называет их наш президент, безпековые угоды, соглашение о безопасности. Так вот, соглашение с ЧГИ будет подписано 18 июля на саммите европейского политического сообщества в Лондоне. Об этом заявил премьер Чехии Фиала. Украина подписала уже 20 таких соглашений, и согласно этих 20 соглашений про сотрудничество или о сотрудничестве в оборонной сфере, Украина будет получать военную поддержку ежегодно на 60 миллиардов долларов. То есть 20 стран в течение... Это договора подписываются на 10 лет, все вот эти беспековые угоды, как их называет наш президент. И, соответственно, в течение 10 лет мы будем получать вот такой объем военно-технической помощи 60 миллиардов ежегодно. Польша, следующая на очереди, тоже готовит, и Польша даже раньше собирается подписать с нами эту беспековую угоду. Это может состояться 9-11 июля в Вашингтоне во время юбилейного 75-го саммита НАТО, который там будет проводиться. Далее, в Соединенных Штатах там производитель дронов, есть такая компания Skydio. Они хотят масштабировать свой бизнес и набирают команду в Украине. То есть они хотят открыться здесь, в Украине, в нашей стране. Цель компании, это, кстати, очень хорошая... Это, к слову, об инвестициях и о заходе военно-промышленного комплекса западных стран в нашу страну. Так вот, что они хотят... Какая цель они перед собой ставят? Они ставят целью начать сборку дронов в Украине, своих дронов, и испытывать их, и дорабатывать. То есть это будет война сразу же, как полигон. Что хорошее принимается, что плохое сразу отсеивается. Прежде всего, компания заинтересована в создании дронов, которые будут надежно защищены от систем радиоэлектронной борьбы, которые будут иметь четкий канал связи и не будут подвержены воздействию системами радиоэлектронной борьбы. А в это время в Белом доме идут разговоры о том, что администрация Белого дома работает над снятием запрета на размещение военных подрядчиков из Соединенных Штатов на территории Украины. Об этом сообщил канал CNN. Дело за Джо Байденом. Надо убедить Джо Байдена, чтобы он дал такое разрешение. Я объясню, что это значит. Смотрите. В Соединенных Штатах, помните, я вам рассказывал про структуру, что на одного воюющего солдата раньше приходилось 5, ну сейчас в мире 5-6 обеспеченцев и штабных работников. приходится. Если вот брать, то примерно так. В Соединенных Штатах взялись за реформу и смогли довести это число до 3. То есть на одного воюющего солдата приходится 3 военнослужащих в плане обеспечения и в тылу. За счет чего они так резко уменьшили? За счет того, что они все отдали на аутсорсинг. Все отдали, все обеспечение, логистику, ремонт, восстановление, транспортировку. Это все занимаются частные компании гражданские. Они берут тендеры и берут подряды у Пентагона и занимаются обслуживанием армии. Так вот, администрация Белого дома хочет убедить президента Байдена в том, что надо разрешить американским военным подрядчикам зайти на территорию Украины для выполнения военных подрядов для вооруженных сил, для сил обороны Украины. То есть, допустим, мы полностью тогда могли бы разгрузить нашу специальную службу транспорта. Мы логистику могли полностью переложить на этих военных подрядчиков. Я думаю, что если этот вопрос будет решен, а есть все данные, собеседники телеканала уточнили, что чиновники администрации пока не получили окончательного одобрения от американского президента, но должностные лица полагают, что решение может уже быть в ближайшие дни разрешения именно от президента США. Но, опять же, они говорят, что это не приведет к массовому присутствию американцев в Украине. Там будет находиться нам несколько десяток, ну, может, до пары сотен подрядчиков, которые зайдут и будут выполнять. Они могут нанимать наш персонал. Это, кстати, тоже создание рабочих мест, для и вливания в нашу экономику. Они будут работать на нашей территории, будут платить налоги в наш бюджет. Вот такое вот решается. Ну, и уже, как бы, тему Соединенных Штатов закончим. После тех дебатов, вот о которых мы вчера говорили, я вам привел оценку Уолл-стрит-джорнал вчера по дебатам, как они прошли. Печальная, конечно, картина. И сегодня все дальше и дальше разгорается или поднимается волна разговоров о том, что надо менять кандидатуру Джо Байдена. И там уже даже средства массовой информации публикуют списки кандидатов, кто бы мог заменить, кто в каком возрасте, кто сколько лет в политике из этих кандидатов. Ну, честно говоря, я почитал, ни одной знакомой фамилии не нашел в этом списке кандидатов. Так, чтобы за такой 4 месяца до выборов поднять рейтинг на уровень того, чтобы победить, чтобы набрать больше 50% голосов в президентской гонке, которая вот стартует буквально через некоторое время, уже вот-вот. По-моему, через месяц она стартует, в августе, потому что на начале ноября выборы, октябрь, сентябрь, да, август, три месяца президентских перегонов. Поэтому сейчас там... Но Джо Байден сказал, что он не будет снимать свою кандидатуру. Так что посмотрим, как партия решит. Будет еще съезд партии, я вам говорил, в июле демократической. И там уже будет... Я думаю, что к съезду партии они уже определятся окончательно. Остается Байден или не остается кандидатом на пост президента США. Или они выдвинут какую-то новую кандидатуру и будут ее раскручивать всеми силами. Но это огромные риски. Это уже, чтобы закончить по Соединенным Штатам. Хотя события, которые происходят на территории США, они, я бы сказал так, неисчерпаемы. Дело в том, что в Совете Безопасности ООН, куда, кстати, сейчас прибыл Лавров, помните, был борт правительственного самолета из спецотряда из Москвы, полетел в Нью-Йорк. Так вот, там на борту возглавляет делегация расистская, как и предполагалось, там и разведка присутствует, спецслужбы, и возглавляет делегацию Лавров. Несмотря на то, что ему запрещен въезд в Соединенные Штаты, США решили допустить его, без перемещения по стране, допустить его для участия в конференции, которая будет проводиться на полях ООО. И вот там прошло несколько заседаний. Кстати, Лавров там высказал идею, что Россия готова к переговорному процессу, но не с Украиной. С Украиной они не готовы разговаривать с нашим политическим руководством, вообще не хотят, не готовы и не будут. Так сказал Лавров, они будут разговаривать, они хотят разговаривать не с США, не с Великобританией, а с Европейским Союзом. Но они понимают, что на Европу легче всего давить, потому что там решение коллегиальное, и у них есть пул стран, которые поддерживают или держат, будем так говорить, молчаливый нейтралитет в отношении Российской Федерации, а некоторые поддерживают, выступают за отмену санкций, и за развертывание торговли с Российской Федерацией, и так далее. Так вот, он сказал, что мы с Европой готовы обсуждать судьбу Украины. Вот так вот. Ну, естественно, на условиях Москвы. А с Украиной они разговаривать не готовы. Так вот, там же на полях ООН произошло еще одно событие, это заседание Совета Безопасности ООН, на котором эксперты, руководители исследовательской организации, которая отслеживает вооружение в мире, неопровержимо установили, представил неопровержимые доказательства, что найденные в Украине обломки баллистических ракет происходят из Северной Кореи. Естественно, это было, как бы, пригласили на это заседание представителя Северной Кореи. Соединенные Штаты и их западные союзники даже вступили в спор с расистской делегацией и представителем Северной Кореи на этой встрече, заявив, что обе страны нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из Северной Кореи. Ну, расисты, как всегда, отвергли, не сказали, безосновательные обвинения, а представитель Северной Кореи тоже отвергла встречу вообще, как чрезвычайно наглый акт для обсуждения чьей-то якобы передачи оружия. То есть, ну, видите, Ким Чен Ын дал команду вообще сказать, что это нас не касается. Вот. А директор вот этой компании, которая проводила исследования и собирала доказательную базу, дал Совету Безопасности детальный анализ остатков ракеты, которая ударила по второму по величине города Украины Харькову 2 января этого года. Организация задокументировала двигатель ракеты, ее хвостовую часть и почти 300 компонентов, изготовленных 26 компаниями из 8 стран и территорий. И определила, что эта ракета была либо КМ-23, либо КМ-24. Изготовлена в 2023 году в Северной Корее. Вот такое. Вот, кстати, очень интересна позиция пана Гутиериша, генерального секретаря, как, как, что он теперь скажет, как посмотрит в глаза своему лучшему другу и, наверное, кормильцу Путину, нелегитимному Путину. Вот, очень интересная реакция ООН на такое, потому что, ну, это доказательная база собрана, вы же видите, представьте, сколько мы перелопатили обломков для того, чтобы собрать 300 компонентов ракеты. Понятно, что двигатель, хвостовая часть, они более-менее остаются целыми после взрыва и с ними их найти легче всего. А вот остальные компоненты, вот, и понятно, что ракета свеженькая, прямо с конвейера была передана Российской Федерации и ударили по Харькову этой ракетой. Вот, так что посмотрим, как теперь будет действовать ООН. Это такое, ну, наверное, впервые, такое, я бы сказал, наглое, беспрецедентное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, которое, кстати, обязательно к исполнению для всех стран мира, и Россия голосовала за эту резолюцию, и под этой резолюцией стоит подпись Российской Федерации. Вот, что еще, как бы, усугубляет эту всю картину. Если КНДР там может высказываться как угодно, они, это санкции на них наложены, они за них не голосуют, то Россия один из подписантов и один из инициаторов этой резолюции наложения этого эмбарго на передачу вооружений от Северной Кореи и для Северной Кореи. Так что, будем наблюдать. Ну, нам идет финансовая помощь. Это помощь, как бы, не одноразовая, это очередной транш от Международного валютного фонда. Он одобрил следующий немедленный транш по программе для Украины объемом около 2,2 миллиарда. Средства будут направлены на поддержку бюджета нашей страны. То есть, это бюджетированные деньги для того, чтобы наш бюджет работал, чтобы экономика работала. Это, соответственно, финансовое вливание в нашу экономику. Об этом сообщил Голос Америки. ЕС ввела санкции против крупнейшего расширского транспортного перевозчика, то есть, крупнейшей расширской транспортной компании. Европейский Союз ввел санкции против трансконтейнер. Есть такая компания, которая занимается перевозками в Рашистской Федерации. У нее практически монополия на перевозке. Они все возят во все концы. В частности, были введены не только против самой компании, но и против генерального директора этой компании, некий Михаил Концарева. Против него тоже. Это крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в Рашистской Федерации. Как поясняют в ЕС, в 2023 году прибыль компаний выросла, в частности, за счет транзитных перевозок белорусских грузов в Рашистские порты. Также трансконтейнер предоставляет услуги на новом терминале в особо экономической зоне Алабуга, которая связана с поставкой дронов Камикадзе типа Шахет, которыми Рашисты атакуют нашу страну. Вот сегодня ночью 10 дронов прилетело. И также, кроме того, эту компанию связывают с поставками вооружений из Северной Кореи логистическим обеспечением войны в Украине. То есть железнодорожные перевозки это все вот эта компания. Долго они думали, уже третий год войны идет и сейчас только Европейский Союз решился ввести станции против крупнейшего железнодорожного оператора перевозок в Рашистской Федерации и его генерального директора. Ну и несколько новостей из-за поребрика. Что же там на болотах? А на болотах продолжается скандал, политический скандал между Шри-Ланкой и Рашистской Федерацией. Помните, я вам рассказывал, что делегация в Шри-Ланке приехала в Рашистскую Федерацию для того, чтобы заставить РФ расторгнуть контракты досрочно с гражданами Шри-Ланки и вернуть этих граждан домой. Контракты на войну наемниками они воюют. Уже, я так понимаю, спецслужбы Шри-Ланки и их разведка подтвердили гибель 17 граждан Шри-Ланки на войне в Украине в ходе боевых составе вооруженных сил Рашистской Федерации. Вообще, им известно 600-800 граждан якобы здесь воюют по найму и делегация предложила Министерству иностранных дел Рашистской Федерации и Министерству обороны выплатить компенсацию за гибель 17 граждан а с остальными гражданами Шри-Ланки разорвать контракт досрочно чтобы вернуть этих граждан домой в саму Шри-Ланку. Как поступит Рашистская Федерация сказать ну я в принципе можно сказать я думаю что тут не секрет и не надо там гадать Рашистская Федерация скажет что у них Шри-Ланки нет почему потому что они вместе с контрактом они выдают паспорт тот пишет заяву они выдают паспорт по ускоренной процедуре и гражданина РФ и он заключает контракт как гражданин РФ и все они говорят у нас у нас нет этих граждан шри-ланкийцев а тут паспорт я не знаю забирают они не забирают так что ну посмотрим мне нравится упорство делегации Шри-Ланки что они все-таки хотят во-первых денежную компенсацию за погибших и требуют вернуть своих граждан назад в свою страну Путин провел нелегитимный Путин провел заседание Совбеза Рашистской Федерации и на котором высказался что надо окончательно отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования ну кстати тут очень глупо как-то звучит от Путина такой отказ или такая задача на отказ от моратория дело в том что именно из-за этого развалился договор о сокращении ракет или не распространение ракет средней и малой дальности американцы уличили Путина в том что они сделали крылатую ракету из Кандер-К и соответственно дело в том что на морские ракеты типа калибр средней дальности этот договор не распространялся на морское и воздушное базирование поэтому ракеты там Х-101 Х-555 у американцев томогавки морского и воздушного базирования нет сухопутного базирования на сухопутное базирование было запрещено Россия расисты вопреки всем запретам как всегда они думали что они самые хитрые втихаря сделали ракету Искандер-К это крылатая ракета для комплекса Искандер-Наземного базирования и соответственно таким образом нарушили договор и США объявили о своем досрочном выходе из договора ну потом из договора вышло соответственно якобы в отместку того что вышло вышли Соединенные Штаты из этого договора вышла Российская Федерация и он прекратил свое существование ну как работу свою прекратил еще до того как закончилось время действия договора правда через год по-моему там и сам договор прекратил свое действие по срокам а так как ни одна из сторон не изъявила желание его пролонгации вот он соответственно был отправлен в архив так вот это так это это что касается и сегодня они производят эту ракету мы знаем что Искандер-К изготавливается в Российской Федерации там в объеме нескольких десятков ракет в месяц вот или и плюс а ракету допустим ту же баллистическую ракету для Искандера с дальностью до 500 километров они тоже производят тоже несколько десятков в месяц так от чего они тогда отказываются вот непонятно но вы же качество игры оцените качество игры как говорил Остап Бендер следите за руками как красиво звучит из уст Путина отказаться от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности меньшая дальность до 500 километров средняя дальность до 5500 километров так вы же производите каждый день эти ракеты так от чего вы отказываетесь или для того чтобы все там на западе аж присели приподняли шляпу и сказали ой не надо не надо Владимир Владимирович нелегитимный ничего не надо отказываться мы согласны на переговор а в это время Лавров говорит мы готовы разговаривать в Вашингтоне в Нью-Йорке точнее мы готовы разговаривать с Европейским Союзом а не с Киевом вот видите какая игра какая манипуляция понятиями хотя они как производили скандеры крылатый и баллистический вариант так и производят как лупили они по нам несмотря на все нормы и правила ведения войны так и так они продолжают лупить по нашей территории убивать гражданских убивать в том числе и гражданских людей и рушить гражданскую инфраструктуру кстати последнее время они начали использовать массово Рашистская Федерация стала использовать дроны-разведчики вглубь нашей территории для того чтобы определить точные места объектов энергетической инфраструктуры и места расположения тех объектов которые уже были построены за годы независимости Украины вот так вот а кстати эксперты эксперты Американского института изучения войны они в принципе разгадали почему Путин опять заговорил о ядерном оружии военный преступник Путин заговорил о возобновлении производства ракет средней и малой дальности по мнению аналитиков таким образом он пытается влиять на решения Запада ну то что я вам сказал особенно в ключевые моменты политических дискуссий о военной помощи Украине аналитики предполагают института что это вероятно является частью продолжающейся кампании Кремля по рефлексивному контролю направленной на влияние на принятие решений Запада в пользу Рашистской Федерации то есть они пытаются запугать Запад до такой степени чтобы те начали там допустим снимать санкции но не тут то было уже поздно пить боржоми как говорят в одной известной поговорке потому что Запад Европа прекрасно понимает ту военную угрозу которую с собой несет Рашистская Федерация ну и еще одна новость это вишенка на торте можно наверное сегодня сказать Белгородской Народной Республики как у нас некоторые телеграм-каналы ее называют ну в принципе я тоже не против такого названия власти губернатор Белгородщины предложил жителям особенно сельской местности тушить пожары которые возникают после прилетов или падения обломков тех же ракет ПВО косоруких которым выпускают рашистские ПВОшники тушить самостоятельно по словам местного губернатора спецтехника МЧС России не всегда может заезжать на все объекты где возникают пожары после воздушных ударов поэтому всем жителям для этого раздадут огнетушители как говорится спасение утопающих дело рук самих утопающих вот такой обзор получился сегодня я благодарю вас за ваше внимание за ваше время что вы досмотрели до этого момента как всегда напоминаю приглашаю подписаться на мой канал те кто еще не подписан а те кто смотрит это видео пожалуйста поставьте ему лайк тогда его увидит больше количества людей подписаться на мой канал субтитры